МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я в Индокитае. Жители этой страны считают, что они произошли от дракона и феи и унаследовали силу и отвагу отца, нежность и доброту матери. На их языке страна называется НОКОНГ, ХОХА, ХОЙШУНЯ, Вьетнам. Созлистическая республика, Вьетнам. За моей спиной мавзолей Хо Ши Мина, буквально того, кто принёс свет. Сегодня я буду делать секретный заказ вьетнамского правительства и чуть всё не испорчу. Запах невероятный! Обучусь древней тайной технике управления куклами в Деревенском театре на воде. Это уже гораздо более сложное устройство, потому что лодка управляется вдвоём. Своими руками изготовлю всемирно известный символ Вьетнама. Дайте мне доделать до конца хоть один листочек. Стану внуком Хо Ши Мина. Меня торжественно примут в пионеры. И, наконец, я приготовлю шесть блюд из ядовитой кобры и выпью её в кровь. Вьетнам экзотичнее и обаятельнее, чем вы ожидаете. И намного сложнее, чем та картинка, которая видится издалека. Но, во-первых, ещё в конце 80-х годов здесь тоже была объявлена перестройка. Правда, скорее китайского типа, чем нашего. Строительством новой жизни здесь заведует политбюро коммунистической партии. В результате вьетнамцы сегодня живут как бы в двух разных странах. В одном Вьетнаме пионеры, памятники Хо Ши Мину и Ленину, бдительное око спецслужб и пятилетние планы. В другом – буддизм и коммерческие банки, частная собственность и конкуренция, словом, все прелести и горести свободного рынка. Попробуем во всём этом разобраться не спеша. Только, как обычно, сначала надо принять надлежащий вид. Доброе утро. Мне нужна вьетнамская рубашка. Очень красиво. Но маленькая. Из Варисмонг. Ну, потому что вьетнамцы вообще очень маленькие. Попробуйте что-нибудь из одежды горских племён, они покрупнее. Вот оно в чём дело. В Вьетнаме живёт 72 миллиона человек. 54 национальности. Вот эта рубашка какой-то горской национальности, которая называется Монг. По-моему, я похож не на вьетнамца, а на узбека. Найс. Хорошо. Я похож на вьетнамца. Очень. А надо мной не будут смеяться люди? Что вы? Вот так выглядит типичный вьетнамец, живущий в горах. Девушка милая уверяет, что надо мной никто не будет смеяться. Ну, загадывать сложно. С одеждой всегда проблемы. Выбираешь, выбираешь, надеваешь, а потом выясняется, что ни одного человека во всей стране в такой же одежде. Но такая судьба у нас. Поиски приключений. Сколько стоит? 240 тысяч донгов. Подождите, я дам вам сдачу. Вот вам 60 тысяч. Это Хо Ши Мин? Да, это наш президент. Как будет спасибо на вашем языке? Спасибо. Вьетнамцы, доложу я вам, большие гурманы. В этой стране едят все, что летает, ползает и даже прыгает по земле. От полевых мышей до кошек. Но королева вьетнамского стола, конечно же, змея. Я нахожусь в деревне Лимат, неподалеку от Ханое. Сотни ее жителей уже много веков специализируются на приготовлении блюд из змей. Вот эти блюда я и стану сейчас готовить. А если хватит духа, то и попробую. Блюдо из кобры. Блюдо. Шашлык из кобры. Подается с сырой кровью. Уталяет голод, повышает работоспособность, укрепляет мужскую силу. Вот это то нань, который и покажет сейчас искусство приготовления змеи. Как и все люди, которые работают со змеями, он, что называется, на своей шкуре испытал, что такое укус кобры. Давай, выберем змейку сейчас повкуснее. В отличие от многих других стран Азии, во Вьетнаме опасных для жизни фокусов со змеями не показывают. Отношение к рептилиям здесь исключительно кулинарное. Причем из всего множества ядовитых змей, которые водятся в тропиках, предпочитают почему-то одну из самых опасных – кобл. Обращаться с ней в этой деревне умеют даже дети, что, в общем, неудивительно. Если не считать сбора риса и прочих крестьянских обязанностей, приготовление кобры – единственное ремесло, которым в совершенстве владеют деревенские жители. Главное в процессе – вытащить с сердца еще живой змеи, а потом отделить кровь и желчь, которые через несколько минут мне предстоит выпить. Последние капли не берут, они опасны для жизни. Вьетнамцы верят, что змеиная кровь, смешанная с водкой – самое лучшее лекарство от мигрени. ЛИМАТ ЛИМАТ вот этот пузырь, да, измеренный, потому что селезет работать и не чувствует усталости. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ребята, не переживайте, справимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Думаю, что на качестве готового продукта это никак не сказывается, но эстетика на Востоке первое дело. Принцип тот же, что и в китайской кухне. Сильно разогретая сковородка, горячее масло и маленькие кусочки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь все сервируем красиво на стол и я попробую. Очень хорошая. Очень хорошая. И очень хорошая кобра. Сладкая. Сначала ужас, а потом сладкая. Туксуфа, ты первый. Ты первый. Хорошо, да? Будет чувствовать. Будет чувствовать. А я не знаю, что я сейчас буду чувствовать. Будьте здоровы и вы, дорогие друзья. Сладкая. 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 Ты сказал, если выпить желчь, потом можно целый день не есть. Нет, не устаешь. Не устаешь, ага. А это? Чтоб голова не болела. И мужская сила была на высоте. Будь здоров. Береги себя. Кровь кобры, напомню, сырая. Жутко при одной мысли, что я это должен выпить. Да? Ну ты как-то меня поддержи. Можем и поддержать. Нет, ты меня словесно поддержи. Строго говоря, на вкус ничего необычного. Самое трудное – преодолеть себя. Всё-таки кровь. Хорошо хоть её растворили в водке. Было. Было. Я тебе скажу, это было настоящее приключение. Ну попробую, пожалуй, печень кобры, пожаренную в омлете. Вкусно. Филе кобры, пожаренное в омлете и ароматном листике. А кожу как едят? Тоже интересный вкус. Да. Жаркое из кобры. И вот с чем едят? С каким? Сюда? Сюда? Чуть-чуть бы поджарить надо было. Ну и последнее, шестое, ребрышки кобры. Это должно быть очень вкусно. Вкусно. На курицу похоже. Давай ещё по последней. Вот этой. Немножечко. Будем здоровы. Сюда, сюда. Сюда, сюда. Второй раз уже и не страшно. Никогда не думал, что мне выпадет такое приключение. Второй раз вступить в пионеры. Причём где? В Ханое. На территории музея ВВС. Вот там, за моей спиной, стоят русские лиги со звёздочками, которые означают число сбитых американских самолётов. Сегодня здесь самый главный детский праздник в году. Не знаю, что почувствовали бы вы на моём месте, а я поймал себя на противоречивой мысли. Как хорошо, что у нас в России больше никто не ходит с троем и не считает себя внуком дедушки Ленина. Но как же хорошо, что в моём детстве был горн по утрам, дрохот барабанных палочек и трепет шёлкового галстука по щеке. Всем, кто забыл галсту, повязывают его вьетнамские пионеры. Ну вот, теперь я тоже внук Хо Шемина. Всем ребятам пример. Вы неправильно отдаёте честь. Надо вот так. Нет, как, пионеры, пионеры так делают. А, так вы пионеры. Пионеры, вот тебе раз, ты не знаешь. Это вот в армии так вот делают, а пионеры вот так делают. Сан-Зан. Это и есть Вьетнам. Стоит выйти за ограду парка, где проходит пионерский праздник, и вы прямиком попадаете в капитализм, предлагающий на выбор все соблазны азиатской ночи. В конце 90-х темпы развития Вьетнама заставили говорить о нём, как о новом азиатском драконе. Но экономического чуда так и не произошло. Отчасти из-за кризиса 98-го года, отчасти из-за желания руководителей компартии усидеть сразу на двух стульях. Вьетнамской перестройке стало тесно, в рамках которой установили для неё товарищи из политбюро. То, что происходит сейчас во Вьетнаме, называется строительством социалистически ориентированной рыночной экономики. В этом есть место и свободной конкуренции, и пионерской организации. Это вьетнамский путь поиска лучшей жизни для этого замечательного народа. Несмотря на все перемены, Вьетнам остаётся сельской страной. К огорчению реформистов из политбюро, преобразования в деревни идут медленнее, чем им хотелось бы. Правда, после того, как землю вновь отдали в частные руки, вьетнамские крестьяне очень быстро сумели накормить самих себя, а страна заняла второе место в мире по экспорту риса. Жизнь простых людей стала немного сытнее, но бедность всё ещё бросается в глаза. Даже в таких деревнях, как эта, уже есть интернет-кафе, но их посетители донашивают старенькую одежду сестёр и братьев. Куда в большей степени, чем в городе, здесь сохранились традиции, которые появились много веков назад. Я стою на площади деревни Фугуа в провинции Хаттэй на севере Вьетнама. Именно здесь в 11 веке родилось уникальное вьетнамское искусство – кукольный театр на воде. То, что вы увидите сейчас, не видел ещё никто, потому что сегодня иностранец впервые за 11 веков будет допущен святая к святых этого искусства. Нам покажут, как они управляют этими куклами. Жизнь во Вьетнаме мокрая. То и дело идут проливные дожди, многочисленные реки выходят из берегов, и вода покрывает рисовые чеки. У крестьян наступает пора вынужденного безделья. Считается, что вьетнамский кукольный театр на воде и возник как раз в такую пору крестьянского межсезонья. Искусство управления куклами на воде считается священным. Сюда действительно не пускают чужих. Не только иностранцев, даже людей из других деревень. Более того, актёры не обучают этому ремеслу своих дочерей, потому что считают, что выйдя замуж, девочка передаст другим семьям искусство управления куклами. Согласившись впустить меня, они поставили условия. Я должен почтить память ушедших учителей древности и местных богов. Ну вот на этом торжественной части посвящение меня в артисты кукольного театра на воде закончено. Мне осталось переодеться, потому что при всем уважении к этим милым людям, я, пожалуй, не рискну войти в деревянский пруд. Нечистоты сбрасывают в пруд с момента сотворения мира. Так что можете представить себе концентрацию бактерий на кубический миллиметр воды. Поскольку гидрокостюма под рукой не оказалось, пришлось надеть на себя обычные пластиковые пакеты. Обычно представления даются вот в том театре. Но дело в том, что дожди этой осенью слишком сильные. Затопило всё там слишком глубоко. Поэтому сейчас в виде исключения представления проводятся здесь. Опускай воду и постарайся сделать так, чтобы дракон вёл себя как живой. Поворачивай, поворачивай сильнее. Самое удивительное в этом, это то, как они добиваются поворотов кукол в воде. Специальные шарнирные устройства, над которыми люди работали веками, создают ощущение того, что кукла сама по себе живёт в воде. Бенгальские огни и дымовые шашки – кульминация каждого представления. Вот сейчас мне показали самую яркую часть зрелища. Дракон, который сдрыгает огонь и пламя под водой. Куклы на палке – самое простое. Они говорят мне, что тайна заключается в том, как управлять куклой на верёвке, отпуская её метров на десять от себя. Вот это уже гораздо более сложное устройство, потому что лодка управляется вдвоём не только палкой, но и верёвкой. А-а-а! Как раз я должен управлять грибцами. Мне, естественно, доверили управлять самыми простыми куклами. Чтобы стать настоящим вьетнамским карабасом-барабасом, приходится учиться несколько лет. А, к сожалению, это всё, на что я могу рассчитывать. Вы всё видели? Ну или почти всё? Приезжайте, вид нам, может быть, увидите больше. Принятые мной меры предосторожности, гигиенического порядка оказались совершенно бесполезными, потому что эти резиночки не спасли меня от полного намокания и примыкания... Простите, ну? Ко всем нечистотам, которые на протяжении 11 веков сбрасывались в этот пруд. Участили звезды, ничего не поделаешь. Хотел приключений? Ты их получил. В сегодняшнем Вьетнаме уживаются неуживаемые вещи. Ну, например, производство бумаги. Конечно, в этой стране есть современные бумажные комбинаты, но есть и производство, которое существует уже много веков. Вот я сейчас и попробую научиться делать бумагу по-вьетнамски. Профессия бумажных дел мастер. Во Вьетнаме считается женским делом. Технология производства не меняется уже более тысячи лет. Все начинается вот с этого лыка из дерева дзо, которое растет в горах Вьетнама. Лыка, связанная вот с такие язычки, привозят сюда уже в готовом состоянии. Здесь вымачивают. Запах непередаваемый. Из противогаза работать практически невозможно. Я, как видите, проверю, самую простую часть работы. Запах невероятный. Делать так, чтобы воронка не заставила, вот, не тропила. Вот так это и делается. Содержащая целлюлозу лыка перетирается специальной дробилкой в порошок, а точнее во взвесь, из которой потом и будут делать бумагу. При всем уважении к традиции древнего производства я с большим трудом сдерживал естественный рефлекс организма, вызванный омерзительным запахом. Ну вот, хорошо, что хоть у нас есть электричество с гордостью, сказала мне тху владелица вот этой бумажной мастерской, потому что раньше эту работу приходилось делать руками. Пойдемте посмотрим, что происходит с этим бумажным квасом дальше. Вот здесь-то, собственно, и рождается бумага. Никогда бы не поверил, не увидев своими глазами, что способ изготовления бумаги, придуманный китайцами столетия назад, сохранился практически не изменившись до наших дней. Смотрите, нужно равномерно распределить раствор на сите. Это получится, если будете ровно держать руки. Сливайте, сливайте воду. Плохо получилось, подожди. Дырявое получилось. Давайте я вам помогу. Не стань смеяться надо мной. Получают эти милые женщины. 500-600 тысяч дом. Это примерно 35-40 долларов. Зарплата, которая считается в Вьетнаме, вполне приличной. Не очень, да? А у мужчин, у вьетнамских мужчин тоже плохо получается? Тоже плохо. Они вообще поэтому этим не занимаются. Ну вот сейчас более-менее. Да? Вообще-то таким способом бумагу делают для традиционной вьетнамской живописи. Но когда я спросил у хозяйки... Прилично, прилично. Когда я спросил у хозяйки, и эта бумага тоже предназначена для живописи, она сказала... Ага. Она смутилась и сказала нет. Это правительственный заказ, и назначение его... Ну все, не буду мешать, а то девушка так и не заработает положенную ей зарплату. Работай сама, родная, а то я тебе все испорчу. Работай сама, работай. Спасибо большое. Вечером, когда наберется огромная пачка вот этой мокрой бумаги, ее положат под пресс. Ну а после того, как лишнюю жидкость удалят из бумаги, с помощью пресса она поступает в следующий цех. Что ж такое? Все на полу, вся жизнь на корточках. Аккуратненько. Двумя руками. Вот так взять. Это женская работа. Это какие-то пальчики должны быть. Это я своими руками-то в жизни один не отделю. Нет, девчонки, это для меня очень тонко. Точная работа. Ну куда я с такими граблями? Тонкие бумажные листочки. После того, как девушки своими пальчиками разберут листочки, бумага еще немного сохнет. И вот так выглядит конечный продукт. Изделие для секретного заказа. Требования к нему, по всей вероятности, предъявляются не очень высокие. Ну а вот это, тоже сделанная здесь, бумага по заказу японцев. Для знаменитых японских фонариков. Ну разве не чудо? Пожатху, спасибо вам большое. Было очень интересно. Удачи вам. А это храм литературы в Ханое, подобного которому, насколько мне известно, нет больше нигде. Храм литературы был построен в 1070 году и был посвящен Конфульсу. А через несколько лет в нем же открылся и Первый Ханойский университет. Имена его выпускников теперь выбиты на каменных стеллах, стоящих на спинах черепах, символом мудрости. Вьетнамцы решили продолжить традицию. Теперь на этих же стеллах будут выбивать имена ученых, которые добьются выдающихся успехов в гуманитарных науках. А символом Вьетнама все-таки остается нон-ла. Вот такая вот остроконечная шляпа, сделанная из листьев пальмы. Правда, мужчины носят ее только когда выходят на работу в поле. А вот женщины не снимают пастей никогда. Делают такие шляпы в Центральном Вьетнаме, в окрестностях города, с необычным для русского человека названием Хюэ. Профессия шляпных дел мастер. Требуются пальмовые листья, иголка-леска, ангельское терпение и восточная аккуратность. Самое главное, надо разгладить вот эти листочки. Шляпа эта во Вьетнаме вещь совершенно незаменимая. Во-первых, она спасет вас от солнечного удара. Во-вторых, послужит вам зонтиком, если начнутся тропические дожди, такие, как идут сейчас. И, наконец, ни за что в жизни не догадаетесь, почему вьетнамские женщины с удовольствием носят эти шляпы. Дело в том, что в Азии свои представления о красоте. Если вы хотите обидеть женщину, то нет ничего проще. Можно сказать ей, о, как вы замечательно загорели. Зато, если вы хотите сделать женщине комплимент, надо сказать, вы так бледно выглядите, она будет вне себя от счастья. А электрическим утюгом можно? Почему? Почему нет? Почему? Нет, главное. Нормально все у меня получается? Хорошо? Очень хорошо сделано. Хорошо. С первым этапом, кажется, справились. Спасибо. Я пойду теперь к Гай. Ну и чего? Так. И дальше чего? Теперь нужно связать каркас леской. Только это трудно, у вас вряд ли получится. Получится. Смотри, показывай, подожди, показывай. Показывай, вот так вот ты делаешь. Такое умеет делать у нас каждый мужчина, который рыбу ловит. Это рыбацкий узел, обычный. Так крючки привязывают к леске. Все этим понятно. Дальше поехали. Приравнивать. Приравнивать. Понял. Что, 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 что? А мне, может, одно удобнее. Подожди, не мешай мне. Это понятно. А то протекать будет. Да дайте мне доделать до конца хоть один листочек, чтобы у меня из рук-то вырываете все. Ну, так сказать так и надо. Все, отойди, отойди от моей шляпы. Ну, его можно оставить? Да, девчонки. Серьезная история. Сделать такую шляпу. А учат, прошу обратить внимание, делать шляпы с самого раннего возраста. Шучу, конечно. Ну, и не шучу в то же самое время, потому что вьетнамцы живут на работе и работают там, где живут. Все, готова шляпа? Еще шить надо? Нет, даже не надеюсь, не стану. Шить не буду. Все равно не попаду. Я не делаю. Когда я зашила эту шляпу, если ты нашил сегодня, мне говорят, еще примерно часов 5-6, чтобы нашить ее. А вот я слышал, что вы даже пьете из этой шапки. Я. Попробуем? Да. 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 Можно пить. Знак качества. Ну вот, друзья, если окажетесь в Центральном Вьетнаме, можете смело сделать себе такую шляпу, от жажды не погибнете. А можете истратить 15 тысяч донгов и купить ее на рынке. Потому что все вот эти неимоверные усилия, практически день работы, стоят один доллар, который платят оптовики на рынках Вьетнама. таким девушкам трудолюбивым, как моя учительница. Спасибо. Между прочим, для себя и для туристов вьетнамцы делают разные шапки. Те, которые носят крестьяне, сделаны из нескольких слоев листьев, чтобы не пропускали дождь. Ну, а всякие украшения и ленточки это для туристов. Редко кто из них уезжает домой, не прихватив с собой символ Вьетнама. На память. А вообще-то, вьетнамцы не очень любят раскрывать приезжим свои секреты и тайны. И их в этом можно понять. Ведь Вьетнам воевал с иностранцами на протяжении всей своей истории. Сначала китайцы, потом французы, а за ними американцы пытались прибрать эту страну к рукам. Так что вьетнамцам просто не за что любить иностранцев и уж тем более доверять им свои секреты. Правда, есть исключения. Вьетнам – одна из немногих стран, где люди расплываются в улыбке, услышав, что вы из России. Но об этом в одной из наших следующих программ. Ну вот, собственно, и все на сегодня. Спасибо всем, кто был с нами в этот час. Увидимся. Это вот в армии так вот делают, а пионеры вот так делают. Запах невероятный. Дайте мне доделать до конца хоть один листочек, что вы меня из рук-то вырываете все. А-а-а, ну так сказать так и надо. Все, отойди, отойди, отмышляю. Мида. А-а-а... Редактор субтитров А.Семкин